Привет, дорогие друзья! Меня зовут Лариса Парфентьева, и сегодня я хочу с вами поговорить про страхи. В том числе про страхи творческих людей, про страхи тех людей, кто пишет, потому что я, как вы знаете, писатель, да, и мне очень близка вот эта тема. Но тема страхов, она распространяется не только на тему тех, кто пишет, но и на тему всех людей, которые занимаются творчеством. Он рисует, музицирует, делает скульптуры, инсталляции, резьбу по тыкве, ну и так далее, так далее, так далее. Вот поговорим, значит, про страхи всех творческих и про писательские страхи в том числе. Страх номер один. Все уже написано до меня. Я раньше думала, как вот работать с возражениями, когда есть такой страх, да, все уже написано до меня. Теперь я говорю так, слушай, ну да тебя же кто-то уже любил, да тебя же уже кто-то рожал детей, да, тебя же это никак не останавливает, что, ох, ну да меня уже люди любили, любить я не буду. Или там, ну, рожать не буду, это уже не новая фишка, не хайповая, уже надо что-то новенькое придумать. Поэтому, если вы боитесь, что все уже написано, пожалуйста, не бойтесь, потому что, не важно написано или нет, важен именно ваш взгляд, важен именно ваш опыт, важно, как вы это проживаете, как вы видите этот мир, да. Это вот первый страх, все уже написано. Второй страх, я не знаю, как правильно. Вот у меня на этот случай тоже есть любимая история про одну художницу, которая хотела меня научить рисовать, да, и она мне подарила альбом и сказала, давай рисуй. Я говорю, я вот боюсь рисовать, потому что я не знаю, как правильно. Она говорит, ну, конечно, вот этот вот чувак художник, который рисовал до тебя вот левию, вот он, конечно, знает, как правильно, а ты не знаешь. И она говорит, пойми, никто никогда не придет и не проверит. В искусстве, в творчестве работает вот это правило, что никто не знает, как правильно. И важно это понимать, и что все самые классные идеи, проекты, картины, танцы, песни, тексты рождаются как раз-таки, когда человек просто забивает на все правила, на все форматы, на то, что он знает, а правильно, а неправильно, и делает, да, свое такое музло. Страх номер три. То, что я делаю, выглядит слишком странно. Вот тоже раньше у меня были люди, которые писали очень стандартно, стандартно, стандартно. Сейчас среди моих учеников есть те, кто пишут очень, да, какие-то необычные тексты, у них необычные мысли, и они почему-то боятся, что это выглядит странно. Но этого совершенно не нужно бояться, потому что все новое, когда оно только появляется, оно всегда сталкивается с огромным количеством трудностей. Это новое всегда не признают, да, точно так же, как, например, появлялись там художники-импрессионисты, все крутили пальцем у виска и говорили, слушайте, вообще, как рисуете, вы не уважаете старых мастеров, что это вообще за мазня? Потом та же история была с пост-импрессионистами, потом, когда там появились, не знаю, кубисты, суприматисты, авангардисты, конструктивисты, и, в общем, все-все-все исты на свете, как отдельные течения, так и маленькие течения, и всем говорили, как вы вообще рисуете, что это такое, почему вы так делаете, вы не уважаете старых мастеров. Поэтому, если вы создаете, да, что-то странное, что-то необычное, что-то, про что вам говорят, ты не уважаешь старых мастеров, скорее всего, вы на правильном пути. Одна из самых важных мыслей, да, страх номер четыре. Я вложил очень мало времени непосредственно в ремесло, да, непосредственно в ремесло. Если вы хорошенько посмотрите на историю искусства, да, то вы видите, что есть те люди, которые много времени вкладывали в ремесло, а есть те люди, которые, возможно, не очень много времени вкладывали в ремесло, но они первыми придумывали какую-то крутую идею. Например, вот у меня из моих последних открытий это Марсель Дюшан, да, человек, который в свое время, он был такой провокатор, концептуалист, человек, с которого началось концептуальное искусство, который сделал прорыв просто в искусстве в 20 веке, да, он как-то раз купил обычный писсуар, написал на этом писсуаре фонтан, сделал автограф, да, какого-то несуществующего художника и отнес на выставку. Его, конечно, там эта история случилась, что его не взяли, но кто-то этот фонтан сфотографировал, фонтан стал расходиться, да, по всем салонам и выставкам, из этого фонтана, хотя это был просто обычный писсуар, стали делать копии, одна из копий была продана почти за 2 миллиона долларов, то есть хотя это был просто обычный, да, писсуар, на котором было написано фонтан. И многие вот не могут понять, я рассказывала эту историю у себя там в телеграм-канале в формате аудио, многие просто не могут понять, почему там обычный писсуар, да, как, почему это считается одним из шедевров 20 века, а все очень просто, потому что он придумал, да, сделать это первым, и он придумал, что можно из обычной вещи создать что-то необычное, можно изменить взгляд на обычную вещь. И тот же самый квадрат Малевича, да, почему, вот, казалось бы, любой из вас, чисто технически, там, ну, чуть-чуть потренировавшись, может нарисовать этот квадрат, но именно он придумал вот это новое значение квадрату, и он сделал это первым. Поэтому, если у вас, да, если как-то переживаете, что вы именно в ремесло вложили не очень много времени, но у вас есть несколько крутых концептуальных идей, это тоже сработает, поэтому не бойтесь. И пятое, я боюсь критики. Очень просто не иметь никакую критику, нужно всего лишь никуда не высовываться и никем не становиться. Поэтому выбирайте сами, да, либо вы высовываетесь и кем-то становитесь, ну, неизбежной такая-то награблой критики, либо вы сидите спокойно у себя в... чуть не сказала вот то самое слово. Мы с вами поговорили про страхи всех творческих людей. Я с этими страхами активно борюсь на своем писательском курсе «Текстура». Следующий старт «Текстуры» уже скоро, в описании есть ссылка, переходите, пожалуйста, по ней, увидите дату старта и весь наш фарш, который ждет вас внутри проекта. Если хотите научиться писать эмоционально, цепляюще, ярко, так, чтобы тексты ваши цепляли людей, и вы развивали свой личный бренд, себя, свои товары, услуги, бизнес через тексты, приходите, буду вас ждать на «Текстуре». Увидимся, я хочу иметь текст с тобой.